Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Как бы мне не хотелось поменять основную тему, формирующую и оказывающую прямое воздействие на рыночное настроение, но, друзья, сделать я этого не могу, потому что на финансовых рынках уже вторую неделю подряд активно продолжают обсуждать распространение уханьского вируса, который, к сожалению, охватил уже гораздо больше городов, чем прогнозировали скептики и, может быть, оптимисты. К сожалению, друзья, также нужно констатировать, что по последствиям вируса уханьского коронавирусного заболевания, прошу прощения за небольшую тавтологию, уже превзошел негативные последствия вируса атипичной пневмонии. Тогда количество заразившихся было около 6 тысяч, а смертей 132 человека погибло. Сейчас, друзья, последние данные официальные, ну, как вы наверняка понимаете, что реальные цифры, они, скорее всего, гораздо хуже. Официальные данные гласят, что сейчас количество заболевших уже составляет 8 тысяч человек. Количество смертей превысило 180 человек. Вирус распространился на многие страны. Случаи уже зафиксированы в Германии, в Соединенных Штатах Америки. Россия полностью закрыла каналы коммуникации, границу с Китаем. Точно так же поступили многие другие страны. Вирус не удается локализовать. Он распространяется, друзья. География просто поражает своими масштабами. Это самая настоящая эпидемия. И в этой связи, разумеется, абсолютно понятно, что сейчас на финансовых рынках может быть только одна рабочая стратегия, которая подтверждается последними днями. Это ставка на защиту. Если вы не хотите, ну, может быть, не интересуетесь непосредственно защитными инструментами, продавайте риск. Потому что большинство рисковых активов действительно снижаются, развивая нисходящее медвежье ралли и позволяет, собственно, на этом движении зарабатывать. Это, друзья, возможности, которые опираются на ужасный фон. Но что уж тут поделать. Рынок нефти 58-24. Мы ожидали разворота. Именно он и случился. Хотя ранее была очень хорошая база для роста. Это прогнозы экспертов, что ОПЕК соберутся буквально через месяц в рамках энергетического содружества по пакту и продлят действия этого соглашения по снижению нефтедобычи в совокупности на 1,7 миллиона баррелей до июня. Кроме того, была информация о том, что страны ОПЕК реально могут согласовать даже более высокие уровни сокращения. Потому что все прекрасно понимают, что рынок нефти сейчас столкнулся с двойным ударом. Это избыточного предложения. И в прямом смысле в геометрической прогрессии скудеющего спроса. Потому что все, что мы говорим касательно инфекции, это то, что сказывается на потребительской активности, на потреблении сырьевых инструментов и на будущих темпах мирового экономического восстановления. Если есть глобальная угроза для мировой экономики, конечно же, есть причина говорить о таком же катастрофическом падении спроса. Страны ОПЕК, участники пакта это понимают и пытаются сейчас проактивными мерами и действиями как-то впоследствии повлиять на ценовую конъюнтуру углеводородов и создать условия для того, чтобы котировки все-таки выросли. Но пока мы не дождемся фактических решений, друзья, я считаю, что этот фундамент опираться не стоит. Данные по запасам также переварили. АПИ сообщили ранее о том, что запасы снизились. Здесь при этом официальная статистика от администрации энергетической информации, уже другие цифры. Запасы увеличились и это стало, друзья, еще одним негативным фактором, который привел к усилению распродажа. Новость последние, буквально несколько часов. Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии в Сауди-Арамко. И вы представляете, вот только вспомните, друзья, как бы на этот фон отреагировала нефть, скажем, в конце прошлого года, еще в октябре-ноябре. Котировки тут же бы улетели в космос, потому что это возвращает на рынок идею конфликта Ближневосточного с потенциальными перебоями поставок. Но сейчас котировки даже и не думали расти. Это еще раз доказывает то, что на рынке только один тотальный фон. Это распространение вирусной инфекции со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому нужно действовать по тренду, не мудрить, не покупать, не пытаться поймать на дне. Это вообще глупая затея. Продавайте и ставим на то, что бренд скоро протестирует 55 долларов за баррель. Доллар иена 108.89 в центре внимания трейдеров было заседание Федрезерва. Оно не стало каким-то интересным для трейдеров, потому что ничего нового мы не услышали. В принципе, по рабочим тезисам Джером Пауэлл уже отчитался. Но при этом стоит отметить, что все-таки доллар получил поддержку. Я думаю, что эта поддержка связана с тем, что Джером Пауэлл, несмотря на множество комментариев, все-таки нигде не намекнул на то, что американский регулятор готов возобновить снижение процентной ставки. Да, он отметил, что влияние вируса очевидно. И, разумеется, насторожились представители Федрезерва. Потому что, если его не удастся, эту инфекцию, локализовать в ближайшее время, то американская экономика столкнется с такими же негативными последствиями, как часть мировой экономики, как и все страны. Но пока что рано говорить о том, стоит ли в текущих условиях поднимать вопрос о снижении ставки. Поэтому причин для того, чтобы продавать доллар, не было. Американец еще пользуется поддержкой как защитный актив против риска, друзья. Конечно же, против японской иены здесь более выражены защитные свойства японского конкурента. Поэтому пара доллар-иена сейчас снижается, как мы и говорили, друзья. 108,89 сейчас котировки. А вот доллар против рискового, инструменты против рисковых активов восстанавливаются. Почему? Евро, фунт, австралийцы, новозеландцы остаются под давлением. Золото также растет. 1579 долларов за тройскую рунсу. Ставим на то, что восходящее движение будет продолжено. И мы очень скоро протестируем 1600. Евро против доллара 1.10.14. Снова тест поддержки 1.10. Снова коррекция. Но я думаю, что частота теста этого уровня уже указывает на то, что очень скоро он падет, друзья. Потому что как бы не хотелось покупателям перехватить инициативу, медведи оказываются сейчас сильнее. Даже если ситуация станет менее напряженной касательно распространения вирусной инфекции, все равно на евро будет давить перспективу еще большего смягчения монетарной политики. Вчера правительство Германии пересмотрело прогноз роста экономики с 1 до 1,1%. Я не знаю, на чем основан этот процесс. Но вот в комментариях было сказано, что где-то там они видят оздоровление промышленного сектора. Я не хочу комментировать это, друзья. Потому что мы работаем со статистикой, с которой работают все. А там вообще без проглядное дно и никаких признаков на рост. Поэтому по евро ждем теста успешного и закрепления ниже уровня 1.10. По фунту сегодня супер день. Банк Англии пересмотрит процентные ставки и с большой долей вероятности могу сказать, что ее снизят. Даже если решение по снижению ставки не последует, британский регулятор точно просигнализирует и отметит, что ставка будет снижена на следующем заседании. В принципе эффект будет такой же. Поэтому я жду фунт-доллар на уровне 1.28 и впоследствии уже оттуда буду покупать. Момент истины сегодня в 15.00 по московскому времени. Австралиец продолжает снижаться 0.67.34. Мы ждем пару ниже уровня 0.67. О последствиях негативных пожаров до вирусной инфекции, слабой статистики ее влияния на будущее решение по снижению ставки мы говорили уже не раз. Весь фундамент против австралийца. Доллар канадец 1.32. Здесь, как и отмечалось ранее, нефть остается определяющей. Как только котировки Brent снова вернулись в нисходящие динамики, канадец также просел. Сейчас уровень 1.32. Друзья, от новых сделок пока лучше воздержаться. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.